Салют, вы смотрите Дай5, с вами Ликей. Во все времена было принято противопоставлять самые многочисленные по количеству последователей религии. Христианство и ислам, говоря лишь об их различиях. Но помимо различий, священные книги обеих религий, Коран и Библия имеют несколько общих черт, являющихся принципиально важными для обоих писаний. Поэтому сегодня я расскажу вам о семи важнейших сходствах Библии и Корана. По факту. Знаменитые 10 заповедей, чаще приписываемой Библии и узнаваемые именно по ней, также присутствуют и в Коране, и имеют аналогичную суть. Различие в заповедях между Библией и Кораном лишь в том, что в последнем они как бы разбросаны по всей священной книге, а не представлены единым списком. Таким образом, главная основа, регулирующая поведенческие изъяны любого человека, практически аналогична для обоих священных писаний. Современные религоведы в большинстве своем сходятся на том, что христианский Бог и исламский Аллах есть один и тот же Бог, а тексты Библии и Корана это лишь различные интерпретации одного и того же Бога. Кроме того, на это указывают и описания Бога внутри самих священных книг. И Аллах, и Отец Христа – Бог любящий и милосердный. Он сотворил мир не в наказание людям, а скорее как некое опосредованное место, внутри которого люди смогут искупить свои грехи и спасти собственные души. Именно поэтому и текст Библии, и текст Корана предусматривает прощение грехов, а также выступает как некий путеводитель, следуя заветам которого, человек сможет избежать совершения новых грехов и добиться милосердного отношения к себе в течение жизни. Идея сотворения мира за шесть дней также присуща обоим священным писаниям. И Аллах, и христианский Бог создали мир за шесть дней. При этом, согласно канонам обеих религий, шестой день Бог потратил на создание человека, подобного самому себе существа по духу и по плоти. А седьмой и последний день, как согласно Корану, так и Библии, создатель отвел на то, чтобы встретить собственное творение. Во многом на текст священных писаний повлияли языческие традиции, доминирующие в тех регионах, в которых они были написаны и в которых они получили наибольшее распространение. Так, в азиатских регионах, где позже появился ислам, главенствовали так называемые «зароастрийские верования», основанные на поклонении огню. Этот факт повлиял и на текст Корана, где феномен сверхъестественности огня также занимает немаловажную роль. В то же время в регионах зарождения и развития христианства, то есть преимущественно в Греции и в Риме, традиционно было принято поклоняться богам Солнца. Именно поэтому даже с замещением языческих верований христианской религии Солнце как божественный объект нередко фигурирует как одна из основных черт библейских канонов. Ввиду того, что и ислам, и христианство исповедуются на достаточно больших территориях в огромном множестве стран, вполне естественным стал тот факт, что паттерны исповедания той или другой религии неоднородны и разнятся в зависимости от конкретного региона. К примеру, в православной традиции во время празднования одного из главных христианских праздников Пасхи главным символом жизни и плодородия выступает яйцо. В то же время в католической традиции тот же самый праздник выстроен вокруг пасхального кролика, являющегося таким же символом жизни и плодородия. Традициональные отличия в исламе в зависимости от региона наблюдаются в основном в допустимости употребления мяса того или иного животного. К примеру, если в одних исламских регионах вполне уместно поедать конину, то в других это животное признается грязным, что делает недопустимым употребление его мяса в пищу. Эти и многие другие различия в традициях внутри каждой из двух религий являются общим признаком исторического развития и территориального распространения этих религий. Центральная личность христианства Иисус также присутствует и в Коране. С той лишь разницей, что в Коране пророк Иса ибн Мариям, в переводе с арабского «Иисус, сын Марии», представляется лишь как один из множества пророков, житие которых описывается в главной книге Ислама. Тем не менее, большинством религоведов и историков современности пророк Иса тождествляется с новозаветным Иисусом Христом. Еще одно сходство Корана и Библии заключается в способе возмещения совершенного греха. По текстам священных писаний ни исламский, ни христианский бог не оставляет людей, совершивших грех. В обеих религиях искупление греха предусматривается через совершение заместительной жертвы. По Библии человек, совершивший грех, метафорически должен пожертвовать в кавычках кожей близкого человека. Другими словами, если христианин совершает грех, он должен искупить его, пожертвовав жизнью своего близкого, чаще всего собственного ребенка. В исламе же согрешивший также жертвует родными людьми, ведь Коран предусматривает искупление греха путем омовения кровью члена семьи. Именно та идея, что совершая грех ты жертвуешь не собой, а жизнью близкого тебе человека, во-первых, предостерегает людей от совершения греха, а во-вторых, объединяет обе религии. И это были 7 сходств Корана и Библии. Понравилось видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай нажать на колокольчик, плюс смотри другие видео с нашего канала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok